Добрый день и вам, всем господа на радио и всем, кто нас слушает. Да, давайте начнем вот с чего. Были переговоры с Китаем. Переговоры провалились, за этим последовали заявления президента. Вот о том, что происходит. Да, конечно. Меня, кстати, поражает, что даже так называемые консервативные источники и радио, и телевидение не очень, как бы, так сказать, совершенно с другой точки зрения все это отражает. Я постараюсь рассказать, объяснить, что, собственно, происходит. Я не могу сказать, что проводились переговоры. Они не провалились. Просто обе стороны чего-то пытаются добиться. Вторая сторона, и мы, и они, пытаемся добиться чего-то другого, прямо противоположного. Существуют разные способы, как бы, так сказать, вести эту игру. Вот. А теперь, сказав это, какую игру и что делают китайцы. Значит, мы от них требуем очень простых вещей. Значит, первое, господа, это вы должны поменять свои законы в Китае, и там должно быть, обязательно быть, наказание по этим законам за воровство технологий, то есть воровство копирайта. То есть мы можем в ваших судах подавать в суд на те компании, которые, или мы можем в международных судах, а потом ваши суды должны, так сказать, это подтвердить, потому что у вас такие законы существуют. Это раз. У нас торгуют, у нас воруют на огромное количество. А как, так сказать, разбирая ту продукцию, которую мы делаем, так просто, так сказать, заслав своих людей во всякие университеты, компании и тому подобное, они там за деньги, или просто потому что они коммунисты и помогают своей родине, они переправляют в Китай наши разработки, которые стоят нам огромных денег, огромного времени, а они получают их практически даром, так сказать, заплатив человеку, который это украл. Значит, во-первых, вот это. Второе, это Китай требует, единственная, ну, такая страна в мире, хотя я могу ошибаться, но, так сказать, из больших точно, которая требует, что какой бы ты товар или продукт не завозил к нам, мол, в Китай, на нашу территорию, ты обязан дать нам не только патент, но и точную технологию, как ты это проводишь. То есть, иными словами, они закупили у нас, там, да не знаю, там, три прибора дальнего видения на основании этих трех приборов, там, за 10 тысяч долларов и получили все, как его делать. После этого они разобрались этим, начали производить свои, то есть, они опять же ту же самую технологию, которую мы потратили, там, несколько лет и огромное количество миллионов, они получили за, вот, так сказать, что называется, 10 тысяч долларов. Это второе, отменять надо, то есть, привести это к нормам, которые существуют в, ну, скажем, так сказать, европейско-американском мире. А третье и последнее, это у нас рынок открыт для всех, так сказать, для них в том числе, а у них рынок закрыт для нас, то есть, они решают, какой наш товар впустить, какой не впустить. Значит, если, что мы хотим, пусть они составят список того, что для них является, так сказать, их приоритетом, типа того, что, там, я не знаю, там, добывание урана в Китае, если такое существует, мы не можем в это вмешиваться, там, или что-то вообще, или мы не можем, там, завозить им что-то, что они хотят производить сами, потому что их армия это нужна. А все остальное открытое, они действуют по-другому. Они говорят, не-не-не-не, давайте вам составим список того, что мы разрешаем. И вот они там список из 20 предметов делают. Значит, мы хотим привести торговлю с Китаем к тому же самому нормальному уровню, который любой человек или любая компания хотела бы от партнера. То есть, то, что я тебе делаю, ты делаешь. Если я тебе что-то запрещаю, ты мне запрещаешь, это окей. Но то, что позволяется, мы должны это делать. Китай всеми силами сопротивляется. Понятно, почему. Они ввозят к нам на почти 600 миллиардов долларов товара, а мы их не ввозим только на 200-230 миллиардов. То есть, каждый год порядка 350 миллиардов долларов они получают плюс. Значит, который этот плюс они нам же на самом деле потом одолживают, и мы на эти деньги, так сказать, потом платим им проценты. То есть, мы два раза проигрываем. И, естественно, как я уже сказал, воруют технологии. Мы пришли, американская статистика пришла к поводу, что мы приблизительно теряем и на этом еще где-то 400-500 миллиардов долларов в год. То есть, мы триллион теряем на торговле с Китаем. Теперь, значит, они действуют. Сначала они сглашаются. Потом они начинают одно что-то. О, нет, мы передумали. Потом второе они передумали. Потом они тянут. Потом они ходят к начальнику, и начальник говорит, нет, это мы не можем, а вот это может. То есть, они изматывают американцев для того, чтобы как можно меньше отдать, что называется, а как можно больше получить. Вот сейчас очередной виток, когда да, все хорошо, мы уже решили, после того, как встретился Трамп с руководством своих. Да, все в порядке, прилетайте. Прилетели, улетели. Та же самая песня. Ой, нет, то, что мы раньше договаривались, это не годится. Давайте садиться и передоговариваться. В общем, Трамп понимает прекрасно, как и все остальные, что Китай просто ждет ноября будущего года. Потому что надеется на то, что изберут не Трампа, а у какого-то другого, который будет тряпкой, который, так сказать, раздует щеки, а на самом деле ничего делать не будет. И они снова будут продолжать все то же самое делать, как они делали в предыдущие все там 20 с лишним лет. И при Буше, кстати, и при Клинтоне, кстати, и особенно при Обаме тут просто уже, так сказать, началось просто какой-то кошмар. А, значит, к ним все трое, и Клинтон, и Буш, и Обама, значит, летали, и разговаривали, и просили их, значит, но они говорили, обязательно подумай. Ну и продолжали, так сказать, делать то, что им выгодно, а не то, что, так сказать, они подумают по совести. Значит, Трамп наложил сначала 25% налога, таможенного налога на все товары, которые не являются товарами для потребителя, а то, что получают производители. Значит, это произвело впечатление серьезное, но так как у них был способ ответить, то они ответили. И они перестали заказывать у нас соевые бобы или наложили на наши товары приблизительно на те же самые 200 миллиардов долларов свою пошлину. Значит, и теперь Трамп сказал, ах так, вот на оставшиеся там 300 с лишним миллиардов, которые вы ввозите уже для пользования человека, то есть, так сказать, конечного пользователя нами с вами, я накладываю на вас сейчас 10%. То есть, это будет, по-моему, с 1 октября, если не ошибаюсь. Дальше, если они будут продолжать себя плохо вести, будет 15% и тому подобное, пока не дойдет до 25%. Значит, что происходит из-за этого в Китае? Там уже из-за того, что мы наложили достаточно серьезные пошлины на их товары, огромное количество фабрик начало переезжать в соседние страны, с которых у нас нет, так сказать, нет у нас пошлины на них, там, Вьетнам, Малайзия, там, и т.д. и т.п. То есть, страны, в которых еще более низкая оплата труда, чем в Китае, и страны, которые могут работать абсолютно точно так же, как китайцы, и все, что там не хватало, это расширение, скажем, ну, скажем, так сказать, вторую-третью смену туда поставить людей, либо расширить производство, либо что-то еще. В общем, лихорадочно, достаточно большое количество компаний, как американских, так и европейских, так и китайских, стало спешно открывать отделения или дополнительные мощности в других странах для того, чтобы возить к нам без вот этой пошлины. Что сразу же повлияло на то, что у Китая начало сокращаться то, что называется GDP, то есть, гроз, так сказать, гроз массовый продукт, я не знаю, как это по-русски, извиняюсь. А дальше, что происходит, это у них замедляется, естественно, рост их благосостояния, потому что не от них идут теперь поставки, а идут подставки от других. Американские компании, в том числе, начали искать других поставщиков, потому что боятся, что эта война заряжется надолго, торговая война, я имею в виду, и им надо будет срочно от кого-то другого, может вообще приостановиться поставка, да, может поэтому они срочно надо искать кого-то другого. И они найдут, если это будет долго. Вот Китай играет в следующую игру. Мы надеемся, что мы до, что называется, выборов, до ноября будущего года перетерпим, а там, что называется, с Божьей помощью сберут какого-то другого, и нам не нужно будет делать никаких вот таких вот экивогов и идти на уступки Америке. А одновременно с этим Китай договорился с Россией, что Россия дает большое количество пассивных площадей, а китайцы начинают там выращивать, это все произошло, по-моему, позавчера, а китайцы начинают выращивать там сои, то есть соевые бобы, которые у нас, собственно, они закупали на огромное количество денег, у них у самих площадей таких нету, кормить надо там больше, чем полтора миллиарда человек. Соевые бобы недорогой, так сказать, хороший способ кормления. Вот они, значит, пугают нас тем, что они, во-первых, будут ждать, пока Трампа не переизберут, а во-вторых, они будут покупать продукты продовольственные в другом месте. Они надеются, что Трамп, так сказать, из-за давления фермеров, он, так сказать, перепугается. Трамп все это делает. Понятно, что как только нам накладывают, значит, нам на Китай накладывают 10% на товары, скажем, вы покупали там часы или айфоны или что-то еще, там, не знаю, за 100 долларов, да, а если идет таможня, и они там добавляются, не знаю, 5 долларов из-за этого, то вы покупаете за 105. То есть мы платим как бы, мы платим за вот эти вот таможенные всякие дела, и поэтому по нашему карману это ударяет. Но одновременно с этим другие страны начинают ввозить сюда товары по ценам, которые были старые у китайцев, конкурировать с ними, имея лучшую позицию, Китай будет продавать все меньше и меньше. А у нас появится возможность покупать те же самые товары. Это не займет день, ни два, наверное, ни года больше. Но у нас появится возможность покупать те же самые товары, которые привозил Китай, которые сейчас будут привозиться из других стран. И покупать их по тем самым ценам, по которым мы покупали раньше. То есть, иными словами, либо Китай пойдет на уступки, и мы сбросим тогда, и тогда все вернется к своим ценам, либо мы найдем альтернативных поставщиков и будем это делать. Последнее, что я хочу по этому поводу сказать, это что для Китая это огромный удар, это замедлит их развитие, теперь они панически боятся, что в США войдет соглашение с Европой, с Европейским Союзом, а у нас своя война с Европейским Союзом идет, Трамп может сказать европейцам, и сегодня что-то будет происходить, потому что какие-то движения есть по этому поводу, а Трамп может сказать европейцам, ладно, ребята, давайте забудем, я снимаю все пошлины с нас, но мы единым фронтом наступаем на Китай. И вот тогда Китаю придется не ждать уже, так сказать, перевыборов, а быстро садиться за сто переговоров, потому что иначе две трети, не третьих рынка, а две трети их рынка могут полететь. И вот тогда им, что называется, ну не хана еще, но очень плохо. Ну, будем надеяться, что Европа как-то отреагирует, хотя, честно говоря, Европа преследует свои интересы, которые почему-то идут вразрез с нашими. Ну, в этом смысле, в китайском, я не думаю, что у нас очень вразрез. Они просто, так сказать, не хотели играть с нами в паре ни в какие игры, потому что мы на них жали. Сначала им очень не понравилось, что их заставили платить в НАТО, они уже привыкли к тому, что их защищают бесплатно. Во-вторых, им не понравилось вообще, как с ними общается Трамп, который говорит, перестаньте политические корректные лозунги бросать в разговорах. Мы в разговорах ведем дело, потом мы выходим на публику и говорим, так сказать, все что угодно для публики. А внутри перестаньте голову, так сказать, морочить. Им это безумно не понравилось, особенно Меркель, которая привыкла быть лидером, и все, что она говорит, оно именно так и делается. А так как у нее яиц было больше, чем у Барака Обамы, намного, да, то и Обама тоже делал то, что хотелось ей, и Путину, я извиняюсь, конечно, не потому что он был там его шпионом, а потому что яиц не было. А гац по-английски, да? Вот. Значит, но тут с Китаем, с Россией, у Европы другие игры, а с Китаем у них очень простая игра. К ним тоже завозят огромное количество миллиардов товара, у них тоже их товар не пускают на рынки, тоже требуют, чтобы их технологии раскрывались. Поэтому у них очень много общих проблем с нами. И если они не поставляют сою и прочее, то они что-нибудь поставляют, типа винт, я не знаю, что-нибудь еще, что там Италия, Франция поставляет обычно зерно какое-нибудь. Поэтому я думаю, что здесь договориться можно, если сбросить с них какие-то вот наши требования. И очень такое интересное замечание по поводу того, ну, собственно, о чем Трамп и сказал, что китайцы ждут, когда пройдут выборы. С учетом того, что на сегодняшний день Байден является лидером президентской гонки среди демократов. А отношения между Китаем и Байденом мы помним по этой истории, когда после поездки в Китай сын... Сын его вдруг получил полтора миллиарда долларов в качестве брокера играться на бирже, хотя он этого вообще никогда в жизни до того не делал, да? То есть странное решение прислать полтора миллиарда долларов сыну вице-президента Америки, который никогда этим не занимался. То есть Байден наполовину куплен Китаем, ну а если не дай бог станет президентом, они решили, что для них не составит большого труда купить его вместе с потрохами. Да, я не думаю, что они имеют в виду шантаж, они просто имеют в виду, что связи остановились, они уже поняли, что для него, так сказать, благосостояние его семьи важнее, чем, ну скажем так сказать, ну скажем, благосостояние родины, да? Надо скажем. Вот. Потому что однажды он уже продал нас с этими островами, когда он поехал договариваться, что мы не строили острова, а уехал и сказал, что ничего страшного для Америки нет, и вот после этого, значит, полтора миллиарда и получил его сын. А недавно он также заявил, что окей, они конкуренты, о чем вы говорите, да это вообще маленькая страна с маленькой промышленностью, да мы влюбим их вообще сколько угодно. Такое впечатление, что он никогда не замечал, что она вторая экономика мира и скоро будет первой. Да, и очевидно, после того, как советники его надоумили, вдолбили ему в голову, он несколько изменил тон. Я думаю, что у китайцев, при том, что они присутствуют, конечно, у нас там и шпионами, и разведчиками, и кем угодно, и сидят, так сказать, и прочее, у них все-таки неправильное впечатление от того, что происходит в нашей стране политически. Слушай, они, как и многие другие, они смотрят CNN, там, SNBC, читают New York Times, читают Washington Post, заглядывают, конечно, на всякие другие, там, Фокси-Жмоксы, да, но ощущение у них, что народ недоволен Трампом, что Трампа переизберут, что Байден, его легко бьет, да и многие другие, так сказать, судя по вопросам населения, его там легко бьют на 5, 6, 15 пунктов, да. А, скажем, такую мелочь о том, что второй, когда заканчивался второй круг второго дебата, да, а, значит, один с другим все говорили одну минуту заключительное слово. И в конце этого слова всегда произносилось, значит, пожалуйста, пойдите на мою там веб-сайт, которая называется так-то, так-то и тай-то, так-то, вы узнаете о моей программе и увидите, куда можно посылать деньги. И вот последним выступал Байден с этой же минуты, что-то произнес, а потом сказал, ну, в общем, идите на мой веб-сайт, который называется 851-13-14-18. И замолчал. Это номер телефона, а не веб-сайт. То есть он даже тут не догоняет. То есть вот таких вещей они не отмечают. Они не понимают, что происходит, они понимают, что пока что ни один человек на сцене, если ничего, не дай бог, не произойдет, так сказать, страшного, ни один человек на сцене, который был ни в первую, ни в вторую ночь. Вот. А у меня, кстати, да, закончу предложение, потом скажу что-то еще. Не может стоять против Трампа на сцене по уровню, калибру, пониманию ситуации и умению ориентироваться. Мне все время казалось, что есть один такой человек, и это Камала Харрис, которую я очень не люблю, но, так сказать, оценивая ее как кандидата и как прецедента, мне казалось, что она самая шустрая самая. Но во время последних дебатов ее практически убила. Вот убила представительница от Гавайи, совершенно неожиданный для меня человек. И вот теперь мне кажется, что я не думаю, что ее выберут, я не думаю, что она станет представителем департии, но вот она показалась мне самым серьезным, самым интересным человеком из всех тех, которые стояли на сцене, вот первую, вторую ночь, 20 людей. Я не могу сейчас вспомнить, как ее зовут, потому что она для меня был новый человек. Тулси Габбард. Да, совершенно точно. Вот после того, как она произнесла свою первую половину речи по поводу Камалы, первую половину, она стала самым разыскиваемым на интернете человеком в мире. Вот так. Вот уже одно выступление, две минуты. Вы две минуты, 45 секунд сделать. Это интересная была линия такая со стороны Тулси Габбард. С моей точки зрения, это был удар от Байдена. Он не хотел через себя это делать, ему надо было через кого-то. А она фигура интересная, как с точки зрения, ну, может быть, вице-президента, а может быть, члена кабинета. Я думаю, что компания Байдена обратилась к ее компании, сделала предложение, и она отработала на полную. Но при этом она показала такой класс. Я не знаю, будем ли мы подробно во втором сегменте разбирать дебаты, но вот что отметили многие эксперты, и на чем заострил внимание публики, выступая на ралле, очередном Дональд Трамп говорит, что это удивительно. Вся эта публика, все эти кандидаты критиковали политику Обамы больше, чем они критиковали меня. Оно интересно, как это произошло. Две вещи. Первая партия демократическая действительно убежала в левую сторону, может быть, не от Обамы, но от того, как он себя представлял. Потому что Обамы был один человек, а публичные взгляды он высказывал другие. Он высказывал такие чуть-чуть влево от центра публичные взгляды, а на самом деле действовал потом как представитель социалистически-мусульманского крыла партии глобалистов, скажем так. Но они попали в забавную западню, с моей точки зрения. Им надо было атаковать Байдена, который у них лидер. Лидера всегда атакуют. За что его атаковать? Восемь лет он практически сам ничего не делал. Можно находиться какие-то вещи, вытаскивать, но сложно. Он все время как бы был вместе, представлял по заданию и тому подобное Обамы. То есть, критикуя Байдена, ты должен был сказать, мы критикуем вот это. А это дело Обамы. Значит, они начинали критиковать действия Байдена, автоматически критикуя Обаму. Вот меня очень интересует. Вот кто-то из них, допустим, станет представителем демократической партии на выборах. И обращается к Обаме и говорит, а он безумно популярен в демократической партии, 68, по-моему, процентов считает, что вот если бы он третий раз пошел, они бы за него 100% голосовали. Значит, и обращается к Обаме и говорит, там, Барак, дорогой, А не поедешь ли ты со мной вместе рассказывать о том, как за меня нужно голосовать? Вот куда он их пошлет? Хорошо. Леон, давайте-ка мы сделаем небольшой перерыв. Неужели уже полчаса пролетели? Вот как быстро, когда на интересные темы разговариваешь. Конечно, сделаем. Возвращаемся к беседе с Леоном Майнштейном. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, Клеона, пожалуйста, звоните и задавайте. Ну что, поговорим, продолжим, так сказать, о том, как проходили дебаты или... Да. Я хочу добавить к тому, что я сказал, потому что я начал рассказывать о том, как Камалу Харрис, которую, в общем, воспринимало очень много людей в демократической и республиканской партии как реального кандидата демократической партии на престол, на лидерство, для того, чтобы выйти и бороться с Трампом, что произошло, как именно ее, с моей точки зрения, если не утопило, то очень придушило, вот, так сказать, эта самая представительница Гавайи, конгрессменша из Гавайи. Дело в том, что Камала Харрис была очень много лет, у нее есть юридическое образование, она попала в политику, она в возрасте 18 лет начала спать с 53-х или 63-летним, такой Вилли Браун, это у нас был председатель палаты, ну, так сказать, калифорнийской, у нас называется, ассамблея, типа что-то конгресса, да, он был председателем этой ассамблеи. Так вот, значит, он ее начал впихивать в политику, она, так сказать, стала как учиться в юридическом, так и участвовать во всяких там политических акциях, а после чего стала, значит, опять же, так сказать, по его, после университета, по его, так сказать, и его друганов, значит, как бы толчку, она стала генеральным прокурором Калифорнии. Она из Окленда, она сначала была прокурором Окленда, а потом стала генеральным прокурором Калифорнии. И вот в качестве генерального прокурора Калифорнии она, так сказать, действовала в течение нескольких лет, И вот вдруг, во-первых, она все время говорила, мы люди темной кожи, выяснила, что темная кожа у нее совершенно не по тому поводу, что она из Африки, у нее мама индийского, не индейца, а индийцы, а папа из семьи белых плантаторов, у которых у самих рабы. А потом она все время рассказывала, как она боролась за права черных. Это вот женщина, которая, напомни мне, как ее зовут еще раз, Тулси Габбард, она говорит, Камала, если ты так много говоришь о том, как ты боролась за черных, почему ты не рассказываешь нам о том, как ты посадила за маленькие легкие преступления, связанные с курением марихуаны или с каким-то количеством марихуаны в кармане, ты посадила более полутора тысяч человек. Просто за то, что люди курили марихуану. А когда тебя на телевидении спросили, а сама-то ты курила марихуану, ты начала хохотать и хлопать себя, так сказать, по плечу от удовольствия. Как это здорово, да? То есть, иными словами, ты сама курила марихуану, а за это посадила полторы тысячи человек и не на маленькие там сроки, две недели, а что-то еще, а на серьезные сроки. Во-вторых, говорит, по-моему, ты забыла о том, что ты человека, его осудили там за какие-то тяжелые преступления, к смертной казни приговорили. А потом вдруг выяснилось, его не успели еще казнить. Потом вдруг выяснилось, что ты скрывала доказательства того, что он это не сделал. Вот как тебя можно выбирать в президенты по этому поводу? И Камала начала что-то говорить, что она всегда защищала, и она самая лучшая, и у нее всегда, она придумала какую-то инициативу, но по сути ничего не ответила. После этого вот это самое, снова перешло слово к гавайской представительнице, и она сказала, ты знаешь, мне кажется, тебе нужно не избираться в президента, а извиняться перед теми людьми, которых ты сажала и которых ты чуть не укротал. И тут было полное молчание с зала. Вот так фавориты уходят. Не знаю, может вылезет еще, потому что за ней, как по слухам, за ней Обама, его команда с ней работает. Она такой, из-за нее Калифорния перенесла свои первичные выборы из конца, бум, вдруг перенесла к началу для того, чтобы как можно больше голосов она набрала. Понятно, что Калифорнию она возьмет. Ну и тому подобное. То есть деньги огромные ей дают, так сказать, и калифорнийские, и вот и обамовские. То есть на самом деле она и есть продолжатель как бы дела Обама, того кошмара, который у нас был, но вот только в женском роде. Вот я очень надеюсь, что она утонула. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Сейчас выяснилось, это, по-моему, вчера произошло, что Министерство юстиции не станет предъявлять обвинение Коми. Это что, как ваше мнение? Они просто, так сказать, у него какой-то есть материал, который, так сказать, дает ему возможность сохранить свое существующее положение и его не привлекать к суду? Или какое-то иное у вас мнение? Угу. Ну, у меня на самом деле не мнение, а у меня просто рассказы двух сотрудников, одного бывшего, одного настоящего сотрудника в Министерстве юстиции. Ситуация следующая. За то, что он слил материалы, за то, что он слил свои записки, связанные с тем, что он разговаривал с президентом, своему другу, приятелю, для того, чтобы тот передал это в New York Times, с точки зрения генерального инспектора Министерства юстиции, это и есть преступление. Поэтому он написал, так называемое, криминальное обращение, называется, criminal referral, и передал его бару. Теперь бар, как руководитель Министерства юстиции, он рассматривает и говорит, могу ли я в связи с этим подать в суд и 100% получить заключение, которое я хочу. Теперь, значит, происходит несколько вещей. Номер один. Это очень скользко имеет право или не имеет человек записывать свои встречи с президентом. Да, он передал это приятелю для передачи куда-то, но посадить его за это не посадят. Если бы он работал на работе, его с работы выгнали. Либо понизили бы, либо лишили бы пенсии, либо что-то еще сделали. Но он уже не работает. Он уже частный человек. Значит, учитывая то, что сейчас ведутся еще целый ряд расследований, как расследование Дурхама, которое тоже связано с началом всей этой истории с Трампом России и тому подобное, и расследование, которое продолжает вести генеральный инспектор, нам все время говорят, в июне будет, потом в августе будет. Сейчас нам уже говорят, не раньше октября. Все время приходят сейчас люди, перепугавшись расследований, которые ведет Дурхам, они побежали к генеральному инспектору говорить, я хочу поменять свои показания, я хочу дополнить, я вспомнил что-то еще. То есть потоком идет информация, которую раньше не было. И поэтому там набирается много информации. Так вот, решение бара основано на следующем. Не идти сейчас судить коми там, где он имеет 50 или более серьезных, чем 50% шанс вылезти и сказать, стучай себя в группу, едете, я не виноват. Задержать это, положить это под сукно и подождать всего остального, чтобы дальше все в своем основном решить, будет ли дело против коми, и если будет, то в чем оно будет состоять. Спасибо. Кстати, вот я смотрю, тут заметка есть на Facebook по поводу Тулси Габбард. В каком-то журнале дорогом вышла огромная статья, где пишется, что она была членом секты Криса Батлера, который потом называл себя таким именем, который я не смогу произнести. Ну, в общем, секта, отколовшаяся от Хари Кришны. Да. И что она является... Господи, у них делегаты просто один другого лучше. Но она блестяще себя ведет. Она четко держит удар. Она логична, очень симпатична. Ее уже два раза так к себе притаскивал, потому что это единственный нормальный демократ, с которым можно разговаривать. Но это очень смешно, если кажется, что она еще и сектантка. Ну, она еще майор авиации, между прочим, дополнительно к этому, прошу, было понятно. Ну, в общем, вы знаете, статья разгромная. Кто после этого станет за нее голосовать? Культ или секта для среднего американца? Это страшнее коммунизма. Сектант, сектант, это все. Это страшнее коммунизма, потому что... Я думаю, что Байден не знал этого ничего, потому что явно интрига Байдена, явно материалы, которые просили ее озвучить. За это пообещали что-то там, если Байден выиграет Белый дом. Ну, в общем, я хотел сказать, что слово секта ассоциируется с 70-ми годами. Вот помните, 900 человек погибло в массовом самоубийстве в Джонстауне. Похоже, что кто-то там... Причем, эта работа была проделана колоссально, и денег стоило. Это какого-то журналиста нужно было направить на Гавайи на несколько месяцев. Это кто-то дал, это кто-то из соперников дал. Это та же Камала, или кто-то еще. Кто-то, кто решил выбить бабу. То есть уже похоже, что в демпартии... Конечно, имелись все и ждали, надо их опубликовывать, не надо опубликовывать. Часто она надо, потому что она явно рванула наверх. Ну, я думаю, что это пока дойдет до сознания народа, она может оказаться в следующий раз снова на сцене. Потому что следующая мерила... Сейчас мерила было, по-моему, полпроцента или один процент. Следующая будет... Не знаю, по-русски я говорю, мерила. Когда минимум нужно иметь 3% голосов, тогда тебя пускают в следующий раз на дебаты. То есть, соответственно, 3% голосов, с другой стороны, 150 тысяч человек дали тебе... Да, донорами стали. Какие-то деньги, а в минимум ты собрал то-то, 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 то-то. В общем, на сегодняшний день 7 человек уже точно. Там и 8, и почти совсем там. И вполне возможно, что останутся 10-12 человек, которые уже будут, что называется, на одном дебате, а не 2 ночи подряд. Уже неинтересно. Ты ждешь каких-то перепалок между человеком А и человеком Б, а эти люди оказываются в разных ночах. Так что, ну, в общем, самое интересное на этом и так, и перепалок. Потом, когда стоят 4-5 человек, они начнут уже более детально рассказывать свои планы. Я очень боюсь, что планов у них нет. У них основной план – это отнять и поделить. А не план – создать что-то новое, чтобы у всех было больше. Попробуем принять звонок. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, что она, Габбард, она же стала судить Амазон за то, что они убрали всю информацию после первых дебатов. Она судит Амазон сейчас. Это, кстати, показывает, что у нее есть гад или по-нашему яйца. Вы имеете в виду информацию о Камале Харрис? Ну-ну-ну-ну. Нет, ее информацию после Габбард. А, просто ее информацию. Да, никто не мог найти на… Не Амазон. Гугл. Гугл, Гугл, я говорила. Да, и она сейчас судит. А вообще жалко, что она не республиканка. Она очень… Она единственный порядочный человек из всей этой сборы. Спасибо. А по поводу Камалы Харрис я сегодня прочитал, что веб-сайт, посвященный Калифорнии, с него удалили или спрятали там в глубину сайта информацию о том, об арестах, осуществленных, так сказать, под руководством Камалы Харрис. После этих дебатов сразу, так сказать, обелить ее попытались. Я думаю, что Гугл почистит это дело. Сейчас этот самый саммит происходит, значит, якобы по поводу там мирового, то ли потепления, то ли похолодания. О, да-да-да-да. Коровы мешают климату. И туда слетелось очень много людей, которым, конечно, надо поговорить о том, кого они хотят выбирать в президенты США, и как они будут делать это с помощью там Гугла, Твиттера, Фейсбука, Демократической партии, всех тех людей, которые Невер Трамп. Там очень много. Мне очень интересно, что на саммит по поводу изменения климата слетелись люди на своих собственных самолетах, которые, я думаю, климат ухудшили только этим слетом больше, чем год летания других. Больше, чем летания коров, по-моему, так сказать. И т.д. То есть, никакой проблемы нет. Вот я, когда делаю, это можно. А когда он, то ни в коем случае нельзя. Ну, абсолютно, 100% Советский Союз. Оградим большой оградой, там, 4-е управление медицинское. Все, что вне ограды, нет ни лекарств, ни хороших врачей, ни зубных этих самых бурных машин, а все, что внутри, все самое последнее, самое лучшее, самое дорогое. И никто не считает, сколько это стоит. Абсолютно все то же самое. Да-да-да. Построить для вас, или как Барни Сэндерс говорит, что неравенство доходов, вообще все это очень плохо. Миллионеров, миллионеров будем, так сказать, облагать налогами. Почему-то своими миллионами, своими домами поделиться с отечественниками не хочет. Мало того, а он же бьется за минимальную зарплату на федеральном уровне 15 долларов в час. А когда его работники обратились к нему с той же просьбой, он начал быстренько выгонять с работы, сокращать часы. А он сказал, что платить меньше, чем 15 долларов в час за работу восьмичасовую, это ниже достоинства американца. На следующий день его работники обратились к нему и сказали, что не знаешь, но мы получаем половину от этих 15 долларов. Тогда он сказал, что у него нет денег. У него нет денег, им платить. И он либо будет увольнять их, либо снижать им количество часов. Пожалуйста, хотите попигнаться, но будете работать не 8 часов, а чип. Интернет. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день. Здравствуйте. Демократы боятся Вильямсон больше, чем Габбард. Потому что она налево, но очень такая располагающая. Кто такая Вильямсон? Я даже ее не знаю. Я даже не знаю. Я знаю, что она индюска по религии. Но вот сегодня я слышал, как его фамилия Майк ведет ток-шоу. Он дал послушать выступление одного демократа из компании Клинтона, который сказал, что Вильямсон нельзя пускать на следующие дебаты, потому что она может все им испортить. Так что Габбард, может быть, пока ничего. Но взять ее, что сказать, что она как республиканец хорош, но-но-но. Она левая, левая, левая. Только она представляет себя очень красиво. Хорошо, да. Ну, а остальное, но. Давайте я расскажу, потому что вопрос мы поняли. Вы знаете, что этот человек говорил. Пожалуйста. Да. Значит, она автор и лектор, и у нее есть семинары. Все, что она делает на этой сцене, она продает свои книги, лекции и семинары. Больше она ничего там не делает. Значит, а как она туда попала? 20 лет она занимается тем, что у нее вот как секта, так сказать. Есть люди, которые верят ей. Она там занимается самоулучением, потому что называется такой гуру. То есть у нее есть десятки тысяч человек, которые, когда она свистнула клич, они послали ей там по 5-10 долларов. То есть минимум, так сказать, прошли. Она получила минимум количества подписей. И, так сказать, на опросах она пошла этот самый минимум, который надо было, так сказать, больше 1% из демократов она легко захватила. А, естественно, у нее нет никакого опыта ни для президента, ни для вице-президента, ни для министра путей сообщения. Но, значит, если раньше ее не знало 3 четверти страны, то есть 90%, то сейчас ее все знают. Ее все гугл знают, что она такой гуру, знает все, что она там делает. Это она пытается получить, продать больше семинаров. Точка. Так что, пожалуйста, не волнуйтесь. Ничего, ничего, ничего не угрожает демократам. Вообще ничего. О, мой гад. Так, по поводу, возвращаясь, там одной из тем было, эмиграция. Такой бесконечно больной вопрос. Сегодня мы немножко коснулись, его и наши радиослушатели один сказал, что ничего не происходит, ничего страшного не происходит. Границы открываются, люди перемещаются, смешение рас и так далее, и так далее, этнических групп воспроизводят на свет талантливых людей. Такое благостное очень отношение к этому. А я вот как раз в этой нелегальной эмиграции вижу большие-большие проблемы. Ну вот, скажем так, наверное, смешение рас, талантливые люди и тому подобное, это ваш плюс, да? Второй плюс как бы заключается в том, что когда мигрируют, значит, уходят от тех условий, где меньше нравилось, приходят те условия, где больше нравятся, и как бы вливают новую жизнь. Получаются люди, которые, так сказать, незадорого могут там что-то делать, и можно какие-то новые проекты делать. Но мы живем не в том мире, в котором Чингисхан ходил, мы живем в мире, в котором, значит, мы считаем, что если мы развитое государство 21 века, как мы можем оставить человека, если он больной, на пороге больницы его не лечить? Как мы можем оставить голодного ребенка на улице? Как мы можем не учить детей? Как мы можем не помогать родителям, бедным, несчастным, у которых там дети, так сказать, только начинают учиться, а им там не на что жить, у них негде жить? Значит, мы, у нас такая странная философия, если ты уже американец, то и что-то сделал, или там оказался на улице, нам на тебя плевать. Живи где угодно, в любых палатках, делай все, что угодно, мы тебе суп привезем, чтобы ты там заткнулся. Вот. А все стороны нас не интересуют. Но зато почему-то, если из-за границы идет огромное количество, даже не огромное, любое количество людей, то мы почему-то бросаемся и всеми силами начинаем им помогать, совершенно забывая о том, что помогать надо сначала своим, так сказать, да. Ну, как бы у тебя семья есть, у тебя родственники, у тебя соседи, сначала как бы логика говорит, помогай им. Ну, так сказать, тут логики нет, тут есть что-то другое, какая-то эмоция другая, да. Так сказать, вот пришли к нам люди в гости, и мы им помогаем даже в ущерб, так сказать, собственной семье. Так вот, в сегодняшнюю Америку, когда заходит толпа людей, это первая проблема, да, то она заходит и абсолютно садится нам на шею. То есть мы не развиваем новую промышленность, мы не платим больше людям, чтобы они могли, я не знаю, там, ездить куда-то отдыхать, с детям что-то покупать, достраивать там свои лучшие помещения, машины лучше покупать и тому подобное, то есть улучшать свою жизнь. Мы начинаем вместо этого забирать деньги, которые лишние у людей, а лишние это те, которые вот полно, вот я живу, вот мне столько нужно и все, да, а чуть-чуть больше откладывать или что-то покупать новое, это лишние уже, да, для жизни не обязательно нужные. Так вот эти деньги мы когда отбираем, мы останавливаем развитие нас самих, нашего общества, ради того, чтобы помогать кому-то другому. Вообще помогать – это моральная обязанность, но моральная обязанность – это не есть обязанность закона. Ты помогаешь столько, сколько ты можешь, и с моей точки зрения, если ты никому не помогаешь, то ты не очень хороший человек. Даже когда у тебя самого почти ничего нет, всегда есть кто-то, кому ты можешь помочь, там, полчаса, помочь ему чем-то своей жизнью, своей, так сказать, не обязательно деньгами, да. Вот это надо вбивать в детей, что людям надо помогать, не обязаны, никто не может тебя заставить помогать так, как кто-то хочет. Вот первое, это то, что мы тратим деньги на это. Второе. Америка за 200 с лишним лет создала на базе английского правосудия и английской культуры, великобританской, не английской, великобританской культуры, создала нечто абсолютно уникальное. И люди, если они приезжают сюда в больших количествах, если они остаются жить в своих комьюнити, если они остаются внутри своей культуры, говорят на своем языке, никакого проникновения вот этого, так сказать, американской самосознания туда, в эту группу нет. Нет, они живут по законам своего Мозамбика или своего Гондураса, приехав сюда. Потому что они вместе, они только ходят там на работу, ничего не понимают, что им говорят, надо ящики перенести. Тихо ненавидят, кто ездит на больших машинах. И все. То есть, в любой момент пороховую бочку, так сказать, бросается. Это самое, как в Париже, начинают жечь все. Здесь пока у нас еще это не происходит, потому что все-таки мусульмане более буйные и более объединены, так сказать, идеей мусульманства, чем, скажем, так сказать, мексиканцы, гватемальцы и тому подобное. Все-таки христианская религия не призывает к бунтам и т.д. Она, так сказать, пытается, наоборот, размягчить все это. Так вот, значит, приходит огромное количество людей с другой культурой. Они им дают, их уговаривают, чтобы они голосовали. Они на них говорят, вот эта партия, она вам даст, а эта вам не даст. За кого вы хотите голосовать? О, ну, пошли голосовать за то, которое... Они не понимают ничего другого. Они не понимают, что такое самоуправление. Они не понимают принципа основополагающего американского «я не согласен ни с одним словом, которое ты сказал, но я положу свою жизнь за то, чтобы ты имел право говорить это слово». Вот. А для них это чуждо. Зачем нам великую страну топить ради того, чтобы у нас что было? Разнообразие? Нам не нужно разнообразие мнений. То есть оно нужно, извиняюсь, я неправильно сказал. Нам не нужно разнообразие подходов к ценности человека. Человек-индивидуум значительно важнее, чем общество. Потому что мы все индивидуумы. И вот когда каждый из нас добивается того, что он хочет, тогда общество счастливое. А когда общество добилось того, чтобы страна стала самая сильная в мире, а жить плохо, мы несчастливы. Поэтому в Америке человек важнее индивидуума. А для них, для тех, кто приходит, племя, объединение, общие, значительно важнее, чем человек. И пока они не поймут этот принцип, их нельзя сюда принимать. Ну и, грубо говоря, на Земле, на планете проживает порядка 7 миллиардов человек. Порядка 6 миллиардов человек живут, скажем, не очень богато. Так сколько же этих миллиардов может принять Америка? Ну, они считают, что все. Просто все сюда переезжают. Леон, огромное спасибо. Как всегда, очень интересно. И до встречи в следующий раз. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова